Откровение хабаровского адвоката об условиях содержания в СИЗО, опубликованное интернет-изданием, не понравилось руководству следственного изолятора. Правозащитник в деталях рассказал о холоде и ужасе, который испытывают посетители и заключенные. Сотрудники федеральной службы провели для журналистов экскурсию и вот что сумел увидеть Антон Примачев. Правозащитник пишет, СИЗО, там холодно, постоянно, всегда. И еще, при посещении стоит поесть. Во-первых, там нет автоматов с кофе и шоколадками. А во-вторых, как мне советовала одна знакомая врач, туберкулезная палочка хуже летит. Ну что ж, мы воспользовались советом, поели. Сдать запрещенные предметы, сотовые телефоны, зарядные устройства, наушники, диктофоны, фотоаппараты. Автор письма очень возмущался, что у него отбирает телефоны. Ну, я лично свой отдал без проблем. Вместо него, так, как мы, вот открылось. Вместо него мне дали вот такой номерок. Уверен, назад верну тоже без проблем. И сейчас там нам объяснят все остальные правила поведения в режимном объекте. Нельзя снимать в следственном изоляторе общие планы, замки, инженерно-технические средства охраны, ограждения. Владимир Крюков, начальник следственного изолятора, сейчас объясняет нам правила съемки. Правда ли, что даже адвокаты и ваши сотрудники должны сдавать служебное удостоверение? Служебное удостоверение все сдают без исключения. Были примеры по России, когда со следственных изоляторов пытались совершить побег с помощью документов, имеющих при себе адвокаты и следователи. Скорее всего, мало кто из хабаровчан интересуется этим зловещим местом, которое располагается в самом центре города. Это я вновь читаю письмо автора. А ведь оно одно из самых старинных. Представьте себе, пишет он, что Красный корпус СИЗО начал строиться еще при царе Александре Третьем. Это правда, при царе. И мы сейчас находимся в Красном корпусе. Автор пишет, а в СИЗО холодно всегда. Чтобы было немного теплее, в этот день надеваешь вместо пижонских адвокатских шмоток хорошие теплые вещи, невзирая на внешний вид. Ну вот я сейчас нахожусь в рубашке с коротким рукавом. Скажу, что здесь напротив немного душновато и стоит тяжелый запах. Как сказали сотрудники, это из-за того, что заключенные, подследственные в камерах курят. Существует пять категорий следственно арестованных. Они же содержатся на разных постах и на разных камерах. То есть, ну, грубо говоря, убийцы отдельно, насильники отдельно? Да. Существуют ли какие-то вип-камеры для бизнесменов, для министров? Бизнесмены и министры у нас есть, но вип-камер нет. Данная камера предназначен для лиц, крайне неизбывающих наказаний, обвиняемых в улевом статье. Чаще всего подзащитного приводят в спортивном костюме. Удивительно, как тюрьма меняет образ человека. Еще вчера он был в дорогом костюме, сияющий и уверенный в себе в роскошном кабинете. А сейчас тюрьма ломает даже сильных. Один из последствий все-таки согласился с нами поговорить. Как я описал, правозащитник, он находится в спортивном костюме. Вы как себя чувствуете? Совершил ошибку, то есть осознаю все. Вы один? Да, здесь один. Хотя камера рассчитана на четырех человек. Если честно, я думал, намного будет хуже, знаете. Сейчас здесь вообще телевизор, холодильник, все есть. Занимаешься спортом. Первый день, ну я, конечно же, был в шоке. Сразу понял о всех последствиях, что я совершил, что я был неправ. Александр месяц провел в СИЗО и уже пятый месяц проводит в отряде. Ну, неправда оказалось, что тут, как вы и говорили, что тут лежат на матрасах. Не на матрасах, держатся за место, это неправда. Что тут очень плохая еда, как мне говорили, когда я был очень осужденным. Насколько угнетает атмосфера? Смотрят на колючие стены, на вот эти решетки, это их и угнетает. Потому что подавленность какая-то. Таким мы увидели сегодня следственный изолятор. И с автором, пожалуй, можно согласиться. Место это не самое комфортное и даже удручающее. Но разве должно быть по-другому? Антон Примачев, Павел Павлов. Большой город Лайф.